Привет, меня зовут Ася, и практически все говорит, что я из Яндекса. В Яндексе более двух лет я занималась разработкой мобильной библиотеки Спичкит. И сегодня я расскажу о том, как разрабатывать библиотеку, как проектировать API, начнем с этого, и дойдем до того, как выпускать настоящий взрослый публичный релиз. Ну, по частям. Начну с того, что совсем немножко расскажу о том, что из себя представляет мобильный Спичкит, чтобы когда я к нему ссылалась, вы понимали, о чем я говорю. Потом рассмотрим, как проектировать удобный, понятный API, которым хочется пользоваться. Расскажу, какие вещи можно добавить в свой код, чтобы он не просто работал и не просто выполнял ту функциональность, для чего он создан, но также помогал вашим пользователям. Ну и последнее. Поговорим, о чем не надо забывать, когда пытаешься это все катить в релиз. Скажите, есть ли в зале те, кто разрабатывает библиотеку? Да, класс. Вообще, зал спрашивать очень неловко, потому что... Ну, ты такой спросил, никто руки не поднял, ты такой... А слайды уже не переделать. Но я надеюсь, что мой доклад будет полезен не только тем, кто занимается разработкой библиотеки или фреймворка, но также тем, кто хочет выделить части своего приложения в отдельные модули, а потом их переиспользовать, или, например, поделиться своим кодом с остальным сообществом разработчиков, выложив его в публичный доступ. Для всех остальных мой рассказ будет наполнен неподдельными историями жизни команды мобильного Спичкитая, так что должно быть весело. Не буду спрашивать в зал, знаете ли вы про Спичкит, потому что даже внутри Яндекса ты встречаешь кого-нибудь и такой, вот ты чем занимаешься? Ну, я вот браузер пишу. Ну, браузер, понятно, все знают. А вот ты чем? А я Спичкит. И обычно после этого следует вопрос, какой такой Спичкит? Спичкит — это вот такая вот дверь во все речевые технологии Яндекса. То есть с помощью нашей библиотеки вы можете интегрировать в свое приложение наши речевые технологии. Это распознавание речи, синтез речи, голосовая активация. Вы наверняка слышали про нашего голосового ассистента Алису. Вот Алиса работает на базе Спичкита. Спичкит не включает в себя именно распознавание или синтез. Это все происходит на сервере. Но именно через нашу библиотеку это все можно интегрировать в приложение. Следом обычно идет вопрос, ну, если же все на сервере происходит, зачем нужна эта библиотека? Что в ней происходит? Библиотека делает очень многое. Первое — это синхронизация всех процессов. На примере голосового ассистента можно представить, сколько там всего происходит. То есть пользователь нажимает на кнопку, пользователь что-то говорит, прерывает ассистента, делает какие-то запросы. Это все идет через нас. И все это взаимодействие тоже происходит через библиотеку. То есть для пользователей нашей библиотеки это прозрачно. Они не должны обо всем этом переживать. Вторая важная вещь — это сетевое взаимодействие. Так как все происходит на сервере, то нам нужно получать эти данные, обрабатывать, отдавать пользователю. Сейчас Спичкит умеет в рамках одного сетевого соединения ходить в несколько разных серверов. Один занимается распознаванием, другой — выделением смысла, третье — распознавание музыки и так далее. Опять-таки это все скрыто внутри библиотеки, пользователям не надо об этом беспокоиться. Так как мы работаем с речью человека, нам надо работать с аудио, это все тоже происходит внутри Спичкита. Причем мы можем не только писать со стандартного инпута устройства, мы можем принимать данные откуда угодно. Это может быть файл, это может быть какой-то стрим. Со всем этим мы умеем работать. И следующий вопрос. Пользуется ли этим кто-то? Да, пользуется. Сейчас примерно 16 команд внутри Яндекса уже интегрировали Спичкит в той или иной версии, и нам даже известно о нескольких внешних командах, которые тоже это сделали. Переходим теперь к проектированию. Когда мы берем какое-то приложение и начинаем его использовать, и вот говорим, вот это приложение удобное, что мы подразумеваем? Ну, обычно, что там какой-то продуманный UX, что вот мы взяли, поняли, что делать, нам удобно, приложение решает наши задачи, крашится, понятно. Когда мы говорим, что библиотека удобная, в первую очередь мы подразумеваем, что у нее такой API, которым понятно пользоваться. Вот как этого достичь? Некоторые вещи, которые я извлекла из своего опыта работы над Спичкитом. Первый принцип — помните о том, что ваши пользователи — это разработчики. С одной стороны, это хорошо, потому что обычным пользователям вы не объясните, ну, вот Patents Back лежит, и поэтому ничего не работает, а так вот мы в порядке. Вы можете объяснить это разработчикам, вы многое можете объяснить разработчикам. С другой стороны, вы получаете таких пользователей, которые, ну, если вы им позволяете где-то себя сломать и найти какую-то дырку, в которую можно пролезть, они обязательно пролезут. Мы все с вами используем библиотеки. Мы все знаем, что мы пытаемся выжить из них по максимуму. Они заявляют, что делают только это и это. Мы такие, нет, сейчас мы еще вот тут немножко пролезем, вот передадим, и вот все будет как надо. А помимо этого, конечно, пользователи-разработчики означают, что у вас всегда гора советов и рекомендаций, как же вы должны были сделать и как сделать, чтобы это все было лучше. Второй важный момент, вот он полностью соотносится с первым. Все, что не разрешено в вашей библиотеке, должно быть запрещено, чтобы вот как раз-таки не было вот таких лазеек. Почему это важно? Если ваши пользователи начинают делать с вашей библиотекой что-то, что вы не предполагали, это прямой путь к багам, причем к багам, которые тяжело отлаживать. Постарайтесь использовать все, что вам дает язык, все, что вам дает та технология, которую вы используете. public, private, запрещайте, уменьшайте области видимости, запрещайте наследование, запрещайте использование каких-то методов, помечайте, что это свойства, которые нельзя менять. Все, что можно, чтобы не дать сделать то, на что ваша библиотека просто не рассчитана. И отсюда же следует следующий пункт. Не допускайте двоякости в трактовке API вашей библиотеки. Если вот этот конкретный класс может быть создан только единственным способом, запретите все остальные. Если вот это свойство не может быть нил, укажите это явно. Опять-таки, nullable, null, designationalizer, вот это то, что есть в iOS, то же самое есть в Java, то же самое есть в Android. Используйте все это для того, чтобы пользователь открыл этот файл, открыл ваш класс, пробежался по нему глазами и сразу понял, я могу сделать вот это, 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 вот это я сделать не могу никак. Эта библиотека не предназначена, этот класс не предназначен для того, чтобы так с ним работать. Практический пример. Например, на спичке Та я расскажу, как мы делали рефакторинг версии 2, версию 3. Там мы очень сильно изменили API. И там мы постарались использовать вот все те принципы, про которые я сказала. Собственно, почему возникла необходимость? Как мы пришли к этому? Сперва наш API был достаточно сложный. Там были какие-то глобальные компоненты, которые надо было сперва вызвать. Вот их не вызвал, у тебя все не работает. Там как-то настройки задавались очень странно через какие-то другие места. И наш API был достаточно теоретический. Спичкит же изначально был частью навигатора. И просто в итоге этот кусочек взяли и вынесли в библиотеку. И наш API, по сути, это были те кейсы, как навигатор нас использовал. Постепенно количество наших пользователей росло, и у нас появлялись знания, а что же им действительно нужно. Какие им нужны методы, какие им нужны калбеки, какие им нужны параметры. И наш API действительно не выдерживала этого. К нам приходили, говорили, мы хотим сделать так, мы говорим, не, ребят, сорян, мы так не умеем. И к нам раз приходили, два приходили, и уже стало понятно, что наш API не выдерживает совершенно никакого использования. И мы ввязались в это. Процесс рефакторинга был долгий. Он занял полгода. И тут важно понимать, что сложность была не в том, что нам надо было взять вот прям такую гору кода и переписать. Сложность заключалась в том, что нам нельзя было просто взять и уйти на рефакторинг. Нам надо было поддерживать все те версии, которые сейчас были в использовании, все активные версии. То есть вы не можете просто сказать своим пользователям, ребята, да, у вас не работает, да, вам нужна вот эта вот фича, мы сейчас делаем версии 3, подождите, пожалуйста, полгода. Ну, никто так сделать вам не даст. И в итоге это заняло много времени, и процесс был мучительный. Он был мучительный для всех, для нас я объяснила почему, для наших пользователей. Мы в итоге поменяли API без обратной совместимости, пришли к ним и сказали, вот, наш прекрасный новый спичкит, пожалуйста, возьмите его. Они сказали, да, ну нет, у нас не запланировано. У нас вот переход на вашу версию 3.0 вообще не запланирован. Я хочу сказать, что у нас была команда, которая переходила на эту версию в течение года. Целый год они не могли перейти, и мы поддерживали для них предыдущего. Но результат был классный. В результате мы получили простую интеграцию, простая интеграция меньше багов. Это то, о чем я упомянула, когда говорила про базовые принципы проектирования API. И если вы уверены, что ваше API используется правильно, вы можете сказать, что вот в этой части точно нет никаких проблем. Все классы вызываются правильно, все параметры правильные. Окей, осталась вот эта вот часть, которую мы должны поддебажить и найти там какие-то баги, и это гораздо легче. У вас меньше кейсов, где что-то может пойти не так. Я приведу пример, как выглядел наш основной класс, который занимается распознаванием, до рефакторинга. Вы можете видеть, что тут обычный класс, который наследуется от NSObject. просмотрим его отдельно, каждую его деталь. Понятно, мы можем от него отнаследоваться, можем переопределить им какие-то методы, все, что угодно, все, что мы можем делать с NSObject. Дальше при создании ему придутся две строки, одна, которая language, другая, которая model. Что это за строки? Ну, в плане, я могу-то в language hello world засунуть, он мне его переведет или что? Но он же рекогнайзер. Ну, не очень понятно. Помимо этого, так как это наследник NSObject, мы можем вызвать у него init, new, все что угодно. Ну, а что будет? Он заработает? Он будет ждать каких-то параметров? То есть, конечно, я знаю ответы на эти вопросы, я знаю этот код, но люди, которые на это смотрят, совершенно не понимают, к чему это все. Дальше, даже его методы с сеттерами, геттерами, они тут для примера совершенно не выглядят так, как это могло выглядеть бы в iOS. К ним тоже очень много вопросов. Методы start, cancel, cancelSync, а тот, который просто cancel on async, а что будет, если их вызвать вместе, а если каждый один после другого, тут очень много вопросов к этому коду. Дальше тот объект, про который говорил initializer, который обязательно надо стартовать, чтобы все заработало. Это вообще какая-то магия. Это для меня долгое время было магией, когда я пришла в спичкит. Честно, было непонятно, зачем он. Видно, что этот код писали еще ребята, которые в принципе не пишут подвесы, которые занимаются плюсами. Нормально. Дальше настройки для этого рекогнайзера задавались через глобальные компоненты, которые передавались в другой глобальный объект. И по сути у нас нельзя было создать два разных рекогнайзера с разным набором параметров. Это был, наверное, один из самых частотных кейсов. К нам приходили ребята и говорили, нам нужно два разных рекогнайзера. Нужно, чтобы один умел вот так, а надо второй, чтобы умел вот так. И мы не могли это обеспечить. Что мы, собственно, получили, когда сделали рефакторинг и перешли на версию 3? Мы перешли к полностью нативному API. То есть теперь у нас API под iOS выглядел как iOS API, API под Android как Android. Тут тоже важный момент, который мы осознали не сразу. Гайдлайны платформы гораздо важнее леденообразия API в вашей библиотеке. Например, у нас под Android классы создаются с помощью билдеров, потому что это такая очень понятная для Android-разработчиков система. В iOS это не так популярно, и у нас используется другой подход. Мы создаем объекты со специальным классом настроек. Я помню, как мы долго спорили на эту тему. Нам казалось, что важно, чтобы разработчик взял наш код на iOS, взял наш код на Android, и совпадение было 99%. Но это не так. Пусть лучше он будет похож на ту платформу, для которой он разрабатывается. Вторая вещь. Мы перешли к понятной и простой инициализации. Вот тебе нужен этот объект, вот его настроечки, создаешь их, передаешь, профит. То есть нет каких-то скрытых глобальных настройок, которые надо куда-то передавать. Мы выкинули эти глобальные компоненты, которые всех путали, пугали и вызывали гораздо больше вопросов даже у самих разработчиков этой библиотеки, и не только у пользователей. Теперь, как выглядит тот же самый класс в новой версии? Это все еще Objective-C, на Swift нельзя было перейти. Это наследник NSObject, но теперь мы явно говорим о том, что от него нельзя отнаследоваться. Все методы, которые характерны для этого объекта, перенесены в специальный протокол. Мы видим, что он создается, этот класс создается, должен потом реализовать внутри себя этот интерфейс. Да, нельзя доследоваться от него. Создается он с помощью настроек и аудиосорса. То, что я говорила, теперь все настройки инкапсулированы в один объект, который передается конкретно сюда, чтобы задать настройки для конкретного рекогнайзера. Более того, мы вынесли отсюда работу с аудио, то есть рекогнайзер — это теперь не та компонента, которая пишет это аудио. Это та компонента, которая занимается вопросами распознаваниями, а передать сюда можно любой источник. Я упоминала, сюда можно передать что-то, что берет данные из файла, что-то, что берет данные из стрима. Ну и по дефолту мы сами пишем их из инпута. Методы создания другие через new или через init запрещены, потому что нет, нельзя, этому классу нужны дефолтные настройки. Будьте добры, если вы хотите его использовать, создайте хотя бы какие-то дефолтные настройки. И главная еще вещь — те настройки, которые сюда передаются, они иммутабельны, то есть вы не можете поменять их в процессе работы. Не надо пытаться, когда он что-то распознает, подменить ему модель или язык. Он так не работает. Такой задумки нет. Не надо пытаться это сделать. Соответственно, мы не даем вам возможность изменить тот объект с настройками, который вы сюда передали. Ну, понятно, прагмы для того, чтобы подчеркнуть, что эти настройки не могут быть ниловыми, аудиосорс не может быть ниловым, это все должно иметь какое-то определенное значение, чтобы оно заработало. Как я говорила, методы по старту, cancel, cancel, cancel.sync ушел. Нет его больше в этом API. Переехали в отдельный протокол, и у нас есть места в библиотеке, в которых можно использовать не наш рекогнайзер, а любой другой. Например, мы используем нативный пловский, который реализует вот этот вот протокол, и который можно передать наши компоненты. Настройки, опять-таки, их можно, они здесь, NS-копинг для того, чтобы мы могли их копировать, чтобы их нельзя было поменять в процессе работы. Тут выните обязательные параметры, язык, модель, и этот объект указан в designate initializer. Здесь выкинута часть кода, которая идентична deprecate-to-методов, чтобы не засорять немножко. Но идея ясна. То есть это обязательные параметры, с которыми создаются настройки. Они должны быть, они должны быть не нулевые, там точно так же указаны прагмы. Опять-таки, обязательные настройки здесь нельзя менять, они в ините. Есть остальной набор, их там порядка 20 штук, чтобы настроить этот рекогнайзер можно было. Они все задаются здесь. И даже эти настройки, язык или модель, это тоже отдельные классы, которые не позволяют туда передать что-то абстрактное, с чем мы не умеем работать. То есть мы явно говорим, пожалуйста, не засовывайте туда то, с чем мы не умеем работать. Компилятор вам не даст это просто сделать. Итак, мы поговорили про API, что же с ним можно сделать. С разработкой тоже есть свои нюансы. Понятно, что ваша библиотека в первую очередь должна делать то, ради чего вы писали. Хорошо выполнять свою функциональность. Для этого она и нужна. Но есть еще то, что вы можете добавить свой код, чтобы он стал по-настоящему хорошей библиотекой. Здесь несколько ремарков, которые, опять-таки, собраны были мной в процессе разработки спичкита. Дебаг информация. Ее абсолютно точно нужно собирать, потому что вы не хотите, чтобы к вам пришли ваши пользователи и сказали, вот знаете, ребята, вот мы вот где-то упали, вот мы не знаем где, но кажется, это ваши библиотеки. Пожалуйста, возьмите и справьте. Но у дебага в iOS есть debug information level, который показывает, какую информацию надо собирать. По дефолту он дефолт, и это означает, что он будет собирать абсолютно все, что он может найти. Это здорово. Это все вызовы, все значения. Это все здорово, но это занимает очень большой объем. В итоге мы в какой-то момент, узнав об этом, поменяли ее на line tables only настройку, который позволяет собирать именно информацию о вызовах функций. Этого более чем достаточно, потому что это stack trace, с которым вам придут, и имея его, имея какие-то кейсы для воспроизведения, вы точно сможете найти проблему и исправить ее. Включается это все дело в Xcode в настройках, так и называется debug information level. К примеру, мы, включив эту настройку, уменьшили размер спичкита бинаря с 600 метров до 90. То есть вот эта вся информация просто не очень полезна, и мы ее выкинули. Вторая важная вещь — это про приватные символы. И тут я не говорю про то, чтобы взять какой-то тепловский фреймворк, его подхачить, что-то там сделать. Просто каждый из вас знает, что каждый раз, выкладывая свою библиотеку в iTunes, вы рискуете получить новое предупреждение, которое у вас не было в прошлый раз, о том, что вы что-то используете не так, вы что-то не добавляете. Поэтому, если вы используете какие-то библиотеки, которые полс считает приватным, не забудьте их скрыть, потому что для вас это ничего не значит, вы также можете с этим работать, но как только ваши пользователи попробуют залить это в iTunes, они получат ошибку. И опять-таки, не каждый побежит к вам и говорит, ребята, исправьте, большинство просто выкинет. Не допускайте конфликтов символов. Добавляйте префиксы ко всему тому, что у вас есть, своим классом обязательно, категориям просто must have, потому что, если у вас в библиотеке есть категория UI color плюс hex, будьте уверены, у ваших пользователей ровно такая же категория, и когда они интегрируют вашу библиотеку, они получат конфликты символов. И опять возвращаясь к тому, что я говорила выше, не все захотят пойти к вам и сказать, ребятки, давайте вы поправите. Возможно, от вашей библиотеки просто откажутся. Другой вопрос, когда вы сами используете библиотеки сторонние в своей библиотеке. Тут есть пара нюансов, о которых стоит понять. Во-первых, если вы используете что-то, что появилось с версии старше, чем ваша библиотека, не забудьте использовать WIC linking. это включается в build phases и так далее по этому пути. Это позволяет не падать, если вдруг этой библиотеки нет. Но это, вот здесь вот есть ссылка на документацию Эппла, где подробно расписано, как это работает, но вот этот вот WIC linking не дает вам то, что эта библиотека не загрузится, если она не используется. То есть, если вашим пользователям важно время старта, например, их приложения, им важно, что, когда линкуется, и, возможно, они не используют тот кусок вашей библиотеки, который использует какую-то стороннюю библиотеку, которая занимает время на старте, WIC linking вам не поможет. Он все равно прилинкует библиотеку, используется она или нет. Если вы хотите загружать в рантайме, это поможет как раз-таки избавиться от проблемы линковки на старте, то надо использовать dailyopen и динамическую загрузку, и вот это все. Там достаточно много возни, правда, и вам надо понять, нужно ли вам это или нет, но вдруг это ваш кейс. Помните об этом. У Фейсбука есть отличный выложенный код как раз-таки о том, как они динамически линковали, туда можно посмотреть. Там достаточно интересно. И последнее. Старайтесь не использовать внутри глобальные сущности. То есть в каждой платформе, в iOS, в Android у нас есть какие-то глобальные компоненты, вот их желательно не тянуть в свою библиотеку. Это кажется очевидным, но потому что это какой-то глобальный объект и пользователи вашей библиотеки его взяли, возможно, и настроили так, как им хочется. Вы взяли его у себя в библиотеке, вам, видимо, надо как-то сохранить его состояние, перенастроить, потом восстановить это состояние. Тут очень много нюансов и есть где ошибиться. Если есть такая возможность, помните об этом и старайтесь избегать этого. У нас, например, в спичке Теда третьей версии внутри библиотеки шла работа с аудио, и мы явно настраивали и активировали аудио-сессию. Аудио-сессия в iOS это такая штука, которая есть у каждого приложения, не говорите, что у меня его нет. Она создается на старте, и она отвечает за взаимодействие вашего приложения и системного медиа-демона, и она говорит, что ваше приложение хочет делать с аудио. Ну, вот это вот объект синглтон, в таком прямом смысле этого слова, и мы спокойно убрали, настраивали как нам надо, потому что мы же с аудио работаем, у нас там всякие настройки. Это приводило к тому, что у наших пользователей были какие-то мелкие проблемы, где-то мигала громкость звука, где-то еще происходили какие-то мелкие косяки с аудио. Еще у аудио-сессии методы, которые отвечают за установку настроек, достаточно долгие, они занимают порядка 200 миллисекунд, и мы прям подтормаживали где-то в начале или в конце, когда пытались это активировать или деактивировать. Я радостно в третьей версии вынесла аудио-сессию из библиотеки, подумав, вот, я молодец, и после этого практически все пользователи всех сервисов, к которым был интегрирован спичкит, пришли ко мне и сказали, как они страшно недовольны, что вот теперь они должны знать, что вот есть какая-то аудио-сессия, которую надо специальным образом настроить для этого вашего спичкита, и что вот они никогда этого не хотели. Ну, какой можно из этого сделать вывод? Старайтесь все равно не использовать внутри глобальные сущности, и будьте готовы к тому, что ваши пользователи не всегда будут рады вашим решениям. Как еще можно помочь вашим пользователям и сделать им удобно? Добавляйте логи с разными настройками, добавляйте динамическое включение этих логов. Это достаточно просто, там решается различными путями. Самый простой это подкладывание какого-то файлика, на наличие которого запускается какой-то мега-дебаг-режим. Это действительно помогает отладиться в ситуации, когда у ваших пользователей есть пользователи, которые где-то там сидят, и у них происходит какая-то ошибка, и вам надо понять, что же там именно произошло. Помните о том, что когда вы говорите о поддержке версии в библиотеке, это не совсем то, что поддержка версии в обычном приложении. Потому что в обычном приложении мы как делаем? Ну, мы идем, смотрим в статистику. Ну, вот смотрим, что там на восьмой оси нас используют 2% наших пользователей. На двенадцатую уже вот перешло столько-то, восьмую выкидываем. У нас это в библиотеке немного по-другому. Да, по статистике что-то может быть, но если у вас есть какой-то крупный пользователь, который поддерживает восьмерку, для вас отказ от нее означает полностью отказ от этого пользователя и всех его пользователей. Это может быть половина ваших пользователей в принципе. Поэтому вам надо мониторить, какие версии используют те приложения, которые используют вашу библиотеку и на основании этого уже делать вывод, поддерживаете вы что-то или не поддерживаете. Мы очень долго не отказывались от iOS 7. Прям, мне кажется, в этот момент были люди, которые уже от восьмерки отказались и были готовы отказаться от девятки. Мы все еще поддерживали семерку, ну, потому что у нас был браузер, у которого, который до последнего держит всех пользователей, а мы с ним прям тесно работаем и не могли его бросить в такой ситуации. Потому что, опять-таки, ваши пользователи не будут смотреть, ну, давайте мы выключим эту функциональность на той версии, которую они не поддерживают. Нет, они просто вас выкинут, найдут библиотеку, которая поддерживает весь ряд версий, который им нужен. Добавляйте минимальную инкрементацию в версиях. Это очень, это очень не очень для разработчика библиотеки. То есть, тебе хочется в релиз, в общем-то, впихнуть все, что у тебя готово. Вот, ну, ты сделал фичи, ты пофиксил баги, сейчас вот всю пачку положим, выкатим в релиз, класс, все. Потому что релиз тоже процесс. Для ваших пользователей это не так. Понятно, когда они находят какую-то проблему в процессе своего тестирования продукта, который у них готовится заливаться куда-то, они не хотят получить от вас сборку, в которой такие, пц, ребята, мы тут еще фичу немножко подлили. Нет, ну, в плане, мы не будем это тестировать. И у нас действительно были кейсы, когда мы откатывали какие-то релизы с пички ТА и делили их на кусочки и выкатывали уже кусочками, чтобы те команды, для которых мы делали там изменения, могли взять именно ту версию, в которой есть вот эти вот маленькие изменения, а не вот это вот все, что мы им радостно принесли на тарелочке. Это действительно не очень удобно для разработки. Хочется все сразу упустить, но это сделает ваших пользователей ну вот немножко, но счастливее. Тестов много не бывает ни для обычного приложения, ни для библиотеки. Но в случае библиотеки есть совсем немножко особенностей. Автотесты, тут нет вопросов. Это то, что надо, это то, что мы любим, но помимо этого очень здорово иметь тестовое приложение для вашей библиотеки. Это то, что поможет вам самостоятельно интегрировать то, что вы написали и понять, оно вообще работает, ну то есть это вообще можно в этой платформе интегрировать. Это можно использовать. Какие возникнут проблемы или подводные камни, и вы сами можете ощутить на себе, каково же вашим пользователям, когда они интегрируют вашу библиотеку. Если ваша библиотека хоть как-то ходит в сеть, занимается каким-то шифрованием, хоть что-то, что связано с данными и с безопасностью, отдайте это на проверку безопасникам. Вы абсолютно точно не хотите быть той библиотекой, у которой найдут уязвимость, потому что, ну вот это вот клеймо на всю жизнь, вас уже больше использовать не будут. Практически во всех компаниях крупных есть целый отдел, который занимается проверкой продуктов на безопасность, отдайте им. Если у вас такого нет, есть внешний аудит, которому тоже можно отдать. Если внешний аудит плохо, дорого, бесполезно, найдите тесты в сети, прогоните их, убедитесь, что ваша библиотека не допускает того, чтобы данные пользователей куда-то утекали. И последнее, что очень важно в тестах, с самого начала постарайтесь добавлять замеры всего, чего только можно. Замеры времени, замеры энергопотребления, замеры, вот все, что придет в вашу голову, все, что характерно для конкретно вашей библиотеки, потому что вам все равно в итоге придется это сделать. И если бы это был бы такой доклад, исповедь на тему, что бы я сделала по-другому, это было бы прямо так вот, ну, здравствуйте, меня зовут Ася, если бы я могла начать разработку спичкета с нуля, я бы начала с замера времени. Ну, потому что к нам все равно пришли. Ну, то есть это не то, что вас оградит от изменений и от необходимости ускорять вашу библиотеку, но это поможет вам разобраться, что же пошло не так. Если у вас есть графики, это поможет вам в режиме реального времени мониторить, какая же фича добавила, какие проблемы и за какой фичи вы просели по времени или по энергопотреблению. Этим всем очень важно заниматься вовремя. На это практически никогда нет времени, потому что это не функциональность библиотеки, это не то, ради чего вы ее разрабатываете, но это то, что поможет вам поддерживать ее в надлежащем состоянии и хорошего качества. Тут ссылка на рассказ наших ребят на Хабре, как они и мы все в Яндексе занимаемся измерением энергопотребления. Может быть, вы слышали про Вольту, про вот этот вот девайсик, в который впаяли шнурочек сзади. Там интересно, почитайте. Это история целого доклада, не буду рассказывать. Про замеры времени у нас была очень веселая история. Опять-таки, так как мы библиотека и нам сложно, чтобы мерить какие-то кейсы и сценарии, потому что не все сценарии спички-кита вообще используются всеми командами. Чтобы мерить время, то, как оно меняется, мы использовали как раз-таки наше тестовое приложение, было очень удобно. Мы запускали на нем, там были написаны специальные кейсы для замеров времени, которые описывали сценарии, например, использования того же рекогнайзера или компоненты для синтеза речи. Покрывали весь тот кейс какими-то логами, они на каждый шаг куда-то сохранялись, в итоге они все писались в одно место, отправлялись, по ним строились графики классные, все было бы ничего, но мы-то библиотека, которая работает с аудио, и для того, чтобы все эти кейсы работали, нам нужно, чтобы это аудио в определенных случаях действительно проигрывалось. И сперва, когда это все начали делать, ребята просто проверили, вот оно работает хорошо, надо же сделать очень много замеров, надо прогнать много вариантов, такой случай, сякой случай, и делать очень-очень-очень много раз это все. И они оставили это дело на ночь, дело было в московском офисе Яндекса, к утру, то есть они просто поставили колонки, положили рядом какой-то девайс, чтобы посмотреть, как это все дело пройдет, и запустили на нем играть какие-то аудиофайлы. Когда они пришли утром, все это дело было выключено. Ну, окей, кто-то выключил. На следующую ночь это повторилось, и повторилось, и дело было не в каких-то волшебных существах, которые ходили по офису, просто уборщицы пугались. Действительно, потом к нам пришли, сказали, ребята, вы знаете, вот у вас тут какая-то штука работает круглую ночь, и ребята приходят убирать офис, и удалить порядок. Ну, они в шоке, потому что там действительно разный текст, ну, очень странный, правда, читался с какими-то интервалами. И в итоге было решено сделать такую локальную приблуду, мы назвали ее шкафом. Это натурально был шкаф, который делали наши ребята, который был звукоизолированный, и вот в этой всей штуке можно было реально складывать, и там лежит много девайсов, то есть там прям такая ферма с девайсами, на каждом из которых можно смотреть и много-много раз запускать, и в течение рабочего дня, потому что это никому не мешает, а не только ночью, когда пугаются уборщицы. Итак, мы пришли к последней такой большой пухлой части, это запуск. Вот вы написали код, вот вы спроектировали хороший API, вы сделали так, чтобы вашим пользователям было удобно и не больно. Как же это все вообще катится в релиз? Я начну с локальных релизов, как мы это все выкатывали на наших пользователей внутри Яндекса. Это релизы, которые вы делаете регулярно, это релизы, которые кто-то делает раз в месяц, кто-то делает несколько раз в месяц. И, в общем-то, схема тут такая же, как и в разработке обычного приложения. То есть вы планируете, вы разрабатываете, потом вы это выпускаете и в каком-то виде поддерживаете. Никаких новых пунктов. Но при разработке библиотеки каждым из этих подпунктов есть свои особенности. Планирование всегда было для меня самой болезненной частью, потому что у библиотеки есть несколько продуктовых команд. То есть обычно, когда вы разрабатываете обычное приложение, у вас есть один продукт, он спускает вам сверху какие-то задачки. Вы эти задачки приоритизируете и по одной начинаете делать. Ну, понятно, есть свои проблемы и факапы, но в целом это так. В этом же случае у вас есть множество команд, множество продуктовых команд, и от них, от всех, к вам прилетают какие-то запросы. И все эти запросы надо каким-то образом обрабатывать. Причем обрабатывать в режиме реального времени. То есть тут совет, если у вас есть какой-то хороший продукт, какой-то человек, который умеет разбираться с множеством задач в один момент, берите его, тащите к себе в библиотеку, потому что у вас должен быть кто-то между вот этими всеми продуктами и разработкой, кто-то, кто возьмет на себя функциональность человека, который занимается приоритизацией этих задач. Вторая важная особенность, она была особенно характерна для спички Та и до сих пор есть. Это если вы делаете какие-то задачи с другими внутренними командами, ну, внутренние команды обычно это бэк, это самый простой, бэк есть у всех. В команде спички Та у нас есть отдельно ребята, которые занимаются, понятно, бэком, отдельно ребята, которые занимаются споттерными моделями. Это вот, когда ты говоришь, окей, Яндекс, привет, Алиса, это все к ним идет. Отдельно ребята, которые занимаются еще кусками, и если ваши задачи завязаны вот на такие команды, вам надо учитывать это. Надо учитывать, что вы где-то просядете по времени, что что-то будет не готово вовремя или не совсем так, потому что и вы должны предупредить об этом ту команду, которая эту фичу, собственно, ждет, потому что, ну, именно вы, как библиотека, вот вход во все эти технологии, то есть ваши пользователи должны знать, что вот за вашей спиной там еще, значит, N команд, который делает всякие разные штуки. Они не ходят к ним, они не говорят им про свои сроки, они говорят вам об этом, и вы знаете про сроки, вы знаете про важность чего-то, каких-то продуктовых фичей, и вам нужно донести своей команде, своим внутренним командам и тем, кто у вас эту фичу заказал, что вы не одни будете ее делать, что могут возникнуть какие-то сложности со временем, что тем ребятам это тоже все надо запланировать. Итак, вы запланировались. Дальше разработка, опять-таки, тут как в любом приложении, когда мы начинаем делать приложение, обычно это как в стартапе, мы просто фигачим днями, ночами, нам не важно все эти процессы, потом все приходят и вспоминают слова agile, методологии, возможно, нам стоит, и привносят что-то в процесс работы своей команды. У нас было то же самое, и после того, как мы пофигачили как стартап, мы поняли, что у нас есть проблема. Проблема заключалась в том, что работа нашей команды была достаточно непредсказуемая, то есть никто не мог сказать, какие именно фичи и в какой период времени мы выпустим, а это было очень важно. И тогда мы решили, что нам стоит попробовать скрам. И он действительно нам дал такой хороший плюс. Мы планировали какой-то скоп задач, мы делали их, мы выпускали релиз. То есть мы вроде как справились с задачей сделать наши релизы предсказуемые. Я говорю вроде как, потому что не надо забывать об этой первой части несколько продуктовых команд. Скрам у нас продержался недолго, потому что мы планировались, мы там разбивали все эти задачи, спринт, ну вот вы знаете все эти слова, и в процессе спринта нам прилетали задачи, нам прилетали продуктовые задачи, нам прилетали баги. Мы пытались с этим работать. У нас даже было правило не форсить спринт никаких задач, если это не бага в продакшене у какой-то команды. Вот ну угадайте, сколько раз это правило сработало. Ну вот ноль примерно. Ну потому что ты не можешь сказать команде другой, что да, ребята, у вас был регресс, вы нашли багу у нас, но вы знаете, давайте вы с ней покатитесь, а вот когда вы уже будете в паблике с этой багой, тогда мы вам ее пофиксим. Ну так нельзя, это так не работает, и нам приходилось это брать, и нам приходилось брать какие-то фичи, которые в этот момент были приоритетные, и скрам ломался полностью. Процесс был просто ужасающий. Мы могли пересмотреть весь наш скоп буквально к середине нашего спринта. Поэтому сейчас мы перешли на некое подобие канбана. У нас есть доска с задачами, которые там выстроены в приоритетах, и мы просто берем верхние задачи. С одной стороны, мы потеряли в вопросах предсказуемости скопа нашего релиза. То есть мы теперь не можем сказать вот ребятам, которые нас используют, что если ваша задача попала на нашу доску, то в следующем релизе она 100% будет. Нет. Но зато мы можем точно сказать, что в релиз попадут самые важные задачи. То есть если это кому-то важно, то оно будет в ближайшем релизе. И вот сейчас это для нас действительно приоритетнее. Поддержка этого всего дела, когда мы выпустили. О чем стоит помнить? Когда вы пускаете релиз, это не просто одна версия, которую вы отправили, которую кто-то взял. Возможно, те изменения, которые вы сделали в этом релизе, нужно еще в других версиях, которые используются другими командами. Опять-таки, отсылаясь немножко назад, это то, что я говорила про минимальную инкрементацию версии. Вы не можете прийти к своим ребятам, к пользователям, и сказать, да, вам надо, чтобы мы пофиксили багу, у вас там версия сейчас 3, мы в 4 пофиксили. Давайте, переходите на 4. Так можно, но лучше этим не злоупотреблять. Поэтому, если это какие-то баги, если это какие-то мелкие дополнения, которые еще кому-то важны, посмотрите, у кого какие версии, и выпласть эти фиксы на все версии, которые сейчас используются, на все версии, которые это аффектит. И отсюда следует сразу же следующий пункт, что все ваши релизы должны быть быстрые. Настройте все свои Continuous Integration системы, все, что можно, чтобы оно помогало вам действительно нажимать одну большую красную кнопку и все это отправлять на те версии, которые надо, потому что релизов будет много. У нас может быть по несколько релизов в месяц, по несколько хотфиксов в месяц и на разные версии. И это действительно что-то, что должно делаться очень быстро. Немножко про то, как мы решали эту проблему с приоритизацией задач. Я разделила это на два пункта. Продуктовые задачи. Про продуктовые ясно. Тут первое, что надо смотреть, это важность для компании. Ну, то есть, если бы к нам как-нибудь пришел бы Аркадий и сказал бы, вот, ребята, вот надо. Вот эта фича, это киллер фича для Яндекса. Мы, конечно, все поставили, делали бы киллер фичу, хотя он никогда так не делал. Вторая важная вещь продуктовых задач, это мы смотрим на время релиза других команд. То есть, если у нас есть задача, которую нужно сделать, фича для команды, которая нам понадобится через месяц, и фича, которая нужна команде через неделю, тут кажется очевидно, что мы будем делать. Ну, в этом случае, опять-таки, не забывайте предупредить ту команду, что вы начали делать что-то приоритетное. Немножко сложнее обстоит дело с хотелками, потому что, как я говорила, ваши пользователи разработчики, они хотят сделать вашу библиотеку лучше, они знают, как ее сделать лучше, они лучше вас знают, как сделать ее лучше. С хотелками мы поступали следующим образом. Мы смотрели, первое, насколько это полезно другим командам. То есть, если это не только вам полезно, но еще кому-то, то мы за это беремся. Следующая, очень важная и самая холиварная вещь, сохраняется ли консистентность библиотеки. Ну, что только не пытались втянуть спички за это время, мы оборонялись, как могли, потому что, ну, вы библиотека, которая делает что-то конкретное. Не надо пытаться сделать все. Помните об этом, даже если это кому-то одному сделает жизнь легче. Дальше мы смотрим, насколько это действительно упростит жить пользователю. Если от нас требуется какая-то работа, которая приведет к тому, что он вместо четырех строчек кода вызывает две, кажется, что это, ну, не совсем правильный подход к приоритизации. Если это действительно приводит к тому, что он вот всю эту огромную полотну кода заменяет на один вызов или может делать что-то, что до этого не мог, то да, мы это делаем. Ну, и последнее, мы смотрим, собственно, на то, как это долго реализовывать, потому что, когда фича классная, хотелка классная, но типа ее делать в месяц, понятно, что достаточно сложно взять ее. Документация — это серьезно, особенно для библиотеки, потому что, ну, этим пользуется кто-то, кто не писал этот код. Поэтому добавляйте документацию в коде. Она обязательно должна быть там, и это должно быть написано в файлах, чтобы люди могли открыть, почитать, посмотреть QuickHelp документацию и увидеть, как это все дело использовать. Добавляйте быстрый запуск. Мы так ищем библиотеки с вами. Мы находим что-то, мы берем кусочек кода из ГИТа, вставляем его к себе, запускаем, работает «да», не работает «нет», пошли дальше. Наличие быстрого запуска у вас в документации поможет вам как-то быть ближе к вашим пользователям. Вас проще будет интегрировать и понять, можете ли вы что-то сделать или нет. После этого примеры использования, чтобы уже можно было понять, как делать что-то чуть более хитрое, чуть более сложное с вашей библиотекой, какие там параметры, какие там вызовы. Это все там. Ну, собственно, последнее и важное, когда вы это все катите в публичный релиз. О чем не забыть? Первое, предупредите свой бэк, обязательно, чтобы это не была машина в мамином гараже, чтобы это было что-то, что выдержит нагрузки, если у вас они есть, что-то, что выдержит прилет пользователей. Если у вас есть какая-то информация, которая специфична для вас внутри компании, ну, не отдавайте это наружу, скажите это вашему бэку. Второе — это лицензия. Ну, мы все живем в прекрасном розовом мире, но когда мы выпускаем наружу наш код, его могут использовать не совсем корректно. Если он с опенсорсом, добавляйте опенсорсную лицензию. Если нет, идите к своим юристам, они вам напишут хорошую лицензию, которая вас оградит от каких-то претензий. Ну, и последнее, помните о том, что когда вы это все выпустите, поддержка полностью ляжет на ваши плечи. То есть у вас не будет там первого, второго уровня саппорта. Они не объяснят вашим пользователям, что надо что-то передавать там в такую-то функцию, чтобы это заработало. Это все лежит на ваши плечи. И у меня в спичке ТЕ иногда это занимало больше 50% моего времени, именно поддержка пользователей. Краткие итоги. Первое. Не давайте пользователям возможность вас сломать. Учитывайте это в своем API. пишите код, который облегчит жизнь вашим пользователям, а не только будет выполнять необходимую функциональность. Подстраивайте свой релизный цикл под несколько команд. Ну, и последнее, поймите о том, что ваша библиотека обязательно изменит чью-то жизнь к лучшему, ведь вы делаете за кого-то их работу, и ваш код можно будет переиспользовать. У меня все. Задавайте вопросы. Спасибо, Ася. Как всегда, кружка грамота. И книжка, которую нужно за лучший вопрос будет дать. У нас время буквально на два вопросика. Нет. Хорошо. Привет. Я тут. Спасибо за доклад. И у меня такой достаточно риторический вопрос, так как я сам разработчик open-source на библиотеке, и в какой-то момент, когда я ее разрабатывал, первым, что я для себя взял, это сделать удобную опишку для пользователей. Ну вот я думал, что в open-source это максимально важно. И когда я потом посмотрел вообще, что в мире творится, понял, что совсем все не так. Можешь ли ты сказать, вот почему ты думаешь, что такие опишки фиговые в open-source, и как вы вообще пришли к тому, чтобы сделать все нормально, почему не сделали это сразу, и как другим прийти к этому? Короче, да, риторический вопрос, и их очень много. Про API, почему так в open-source? Потому что, честно сказать, мы иногда тратили очень много времени на то, чтобы прийти к какому-то решению, как то или иное, тот или иной класс должен выглядеть. Это действительно занимает время. И когда у тебя команда, в которой ты это делаешь, так в принципе проще, да, это часть вашей работы. Когда это open-source, то ты больше, мне кажется, фокусируешься именно на том, чтобы это работало качественно и хорошо, а не на том, как это выглядит с точки зрения API. Почему это важно? Я говорила, это, во-первых, поможет избежать некоторых багов при интеграции, во-вторых, это то, что поможет упростить порог вхождения в вашу библиотеку. То есть, человек, который берет две библиотеки, которые вроде как делают одно и то же, и по одной понятно, как это сделать, а по другой не очень, ну, мы все понимаем, что будет выбрано. Ну, просто смотри, был какой-то момент, когда вы решили эту штуку выложить в open-source. Я закончу сейчас. Серьезно. Вы решили выложить ее в open-source, и вот в этот момент вы, в принципе, могли API-шку уже причесать, попробовать, прежде чем выкладывать. Вы сначала эту штуку использовали у себя внутри, но тут понятно, что ее будут юзать какие-то пользователи внешние, и им будет проще с этим разобраться. Вот почему так не было сделано? Потому что, как в любом проекте, который начинается как а-ля стартап, у тебя нет времени фигачить классную API-шку, ты просто делаешь так, чтобы это работало, выпускаешь, а потом такой, ну все, пришло время перевести дух, «О, что ж мы тут написали?» Окей, спасибо. И последний вопрос. Спасибо за очень интересный доклад. У меня вопрос такой тоже, как у создателей одной из достаточно популярных библиотек. Вы упомянули по поводу поддержки, но не затронули такой интересной штуки, как создание комьюнити вокруг библиотеки. Каким образом вы это делаете? То есть, у меня просто множество было попыток, и в конце концов кажется, что удалось, потому что, если не выстраивать какой-то комьюнити, то есть людей, которые будут помогать потом с поддержкой, а поддержкой в том плане, что вопросы всегда одни и те же задаются десятки раз. И отвечать на них ты на десятый раз начинаешь уже, наверное, со стороны кажется, что ты такой сверху говоришь, блин, делай так, и все. А тут стоит выстраивать такое количество людей, которым нравится либо, и ты даешь им понять, что они для тебя тоже очень важны, и они начинают вместо тебя, по сути, делать эту рутинную работу и разжевывать новичкам, как пользоваться. Это очень хороший вопрос. К сожалению, у нас действительно в публичной версии небольшое комьюнити для спичкита, но, как я говорила, им пользуются внутри Яндекса. И это тоже было не сразу. То есть это была одна команда, две команды, нас не хотели интегрировать, и вот эта вот лояльность развивалась за счет того, что мы были готовы сделать те фичи, которые они просят. Мы были готовы быстро им сделать какие-то изменения. То есть вот эта вот наша готовность быстро вносить какие-то изменения и быстро адаптироваться по требованию привела к тому, что в какой-то момент у нас действительно вот так с двух команд это вот так вот выросло до 16. Это был прям вот небольшой период времени а-ля полгода, и в итоге это привело первое время я лично к каждому разработчику в команде, другой команды ответственным за интеграцию спичкита объясняла, как что сделать. Потом у нас появился канал, в котором я стала объяснять всем. Потом они уже без меня стали это все дело обсуждать и в целом сами себе помогать правильно интегрировать. А что по поводу статей там где-то на Medium, на Hubber, чтобы ссылаться уже на них и говорить, вот тут описано. Это хорошая тема, но даже выпуск публичного релиза для нас достаточно долгий по времени процесс, потому что, ну вот как я говорила, все эти подготовки сервера, лицензии, документации, это все затрагивает людей, которые не только в команде разработки вашей библиотеки, и поэтому это прям долго. Ну вот как бы шажочек был сделан, мы обновили публичную версию, было большое обновление. Сейчас постепенно ну вот рассказываем про спичкит на конференциях. Кстати, вот как бы подводка к своему вопросу, это ссылки на спичкит в паблике, на iOS Android версию, кому интересно, там вот эта вот версия 3.0, 3.12, которую мы последний раз выкладывали. Мы идем к этому, но медленно. Спасибо, еще раз. Окей, вот тут вы можете, если кого-то заинтересовал спичкит, взять, мои контакты, если возникнут вопросы, спасибо большое, что пришли. Мне было очень приятно ты заступать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ